Здравствуйте, меня зовут Антон, я руководитель компании X-Profil. Сейчас мы находимся в нашем центральном складе. Это видео я хотел бы адресовать нашим клиентам, которые только собираются приобрести листогип и не знают, как это сделать правильно, не знают, как выбрать патриатчика, поставщика оборудования, который будет быстро отвечать и за все прочие нюансы вести гарантию и так далее, и доставить сможет листогип к вам в город. Инструкция – это на самом деле очень важная вещь, потому что мы, как продавцы, постоянно сталкиваемся с такими нюансами, как правильно выбрать листогип, а как правильно его купить и на кого обращать внимание. Естественно, лучше покупать оборудование у проверенных поставщиков, производителей, тех людей, которые привозят это к себе на склады и уже потом распределяют. Потому что рынок, как правило, включает в себя очень много, очень много-много локальных продавцов, которые находятся в различных городах, и которых задача просто продать, не вникнуть в особенности производимых элементов клиента, которые просто получают деньги и дальше забывают, не несут никакой гарантии, не пытаются как-то откреститься, не отвечают на звонки. Первое, на что нужно обращать внимание, что за организация. Нужно по максимуму вытащить информацию об организации. Что за организация, где она работает, как она работает, как работают менеджеры с клиентами, то есть обращать внимание на подход и так далее, на профессионализм. Второе, наверное, самое немаловажное, это, опять же, я бы сказал, что это, наверное, наличие определенного склада, наличие людей, которые смогут в техническом плане, например, вам помочь, рассказать, если у вас будут какие-то нюансы по работе, чтобы вы там не самостоятельно как-то изучали и не тратили, а чтобы был человек, который вам сможет это все сделать, наладить, рассказать и показать. Третий немаловажный фактор, это, естественно, мы говорим про в целом упаковку компаний, то есть как компания упакована, то есть насколько можно ей доверять, насколько ей нельзя доверять, то есть есть ли у них офис, есть ли место, куда можно фактически приехать, попить чаю, познакомиться, даже если вы там далеко находитесь, но вы должны знать, что у этой организации действительно есть офис, есть склад для того, чтобы получать обратную связь. Четвертое, это, наверное, один из тоже важнейших факторов, как листогиб вам доставится, то есть вы должны понимать, за счет кого далека, каким образом будет доставляться ваше оборудование, то есть если у организации имеются свои транспортные мощности, а ведь автомобили грузовых и так далее, которые могут доставлять это оборудование самостоятельно, это говорит, наверное, о том, что компания довольно серьезная, она большая, раз может себе позволить там отдельного сотрудника, как водителя, да, там, и обслуживание там автомобиля, и делать, осуществлять доставку оборудования до вас. Почему я решил эту тему поднять? Потому что на самом деле на рынке мы уже столкнулись раз в три с мошенниками, которые выдавали себя там за крупные организации, которые по итогу осуществляли китки, да, бросали наших клиентов на деньги, говорили, что да, там сейчас привезут оборудование, но по факту привозили непонятно что, сводили там продавца и покупателя друг с другом, да, и по итогу попадал в этом всем потребить покупатель. Почему? Потому что повелись на халяву, потому что повелись на какие-то другие там вопросы, не изучили поставщика, попались на удочку. К сожалению, у нас на рынке такое бывает, мы не застрахованы, то же самое, что и как с разными там мошенническими схемами и так далее, все мы знакомы там со звонками из банков, дело здесь примерно похоже. Поэтому, дорогие клиенты, обращайте внимание на те пункты, если есть что-то добавить, да, на что вы конкретно смотрите, напишите в комментариях, нам тоже будет это полезно узнать, и я рад, что мы с вами знакомимся, я рад, что вы смотрите наши видеоролики, и я думаю, что вам во многом это полезно и познавать. Чтобы наш контент становился лучше, и мы прогрессировали и так далее, поэтому оставьте, я вас прошу, комментарии, что вы хотите, чтобы мы осняли, какие вопросы, чтобы мы подняли, как мы, ну, и о чем поговорили в целом, потому что нам это важно, и я думаю, что и вам это тоже будет важно. Всем спасибо, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok